Всем большой привет. Мы начинаем новый влог. Идем с Ванюшей в детскую комнату, в игровую комнату. Там вообще очень классно, столько много всего. Процедуры у нас уже все закончились. Мы в первую неделю туда не ходили, а вот во вторую очень даже часто. Но удобно, когда, например, непогода, ветер, дождь. Можно вот в игровую сходить с ребенком, а не сидеть в номере. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко поиграли в игровой. Зашли еще в столовую, забрали наш ужин. И сейчас хотим одеться и пойти на улицу. Все, собрались. Ваня, открывай двери. Я иду, иду. Не волнуйся. Что, сыночка? Мама. Что такое? Кто там? Мама. Пришли мы с прогулки домой. Я уж стараюсь так Ванюшу снимать, чтобы никто из других детей в кадр не попадал. Ну, потому что я же разрешения не спрашивала у родителей, можно ли снимать их детей. Одно дело, если там случайно, где-то там вдалеке, ребенок или кто-то там из взрослых попал в кадр. А другое дело, когда ты целенаправленно камеру направляешь. Это, мне кажется, не особо приятно. Ну, и не совсем правильно с моей стороны. Сегодня началась у нас третья неделя нашего здесь с Ванюшей пребывания. И выходные. Очень мало народу здесь было. Во-первых, очень много уже закончили курс и уехали. И поэтому здесь так пусто было. Вот в субботу-воскресенье. В субботу к нам приезжал папа. Остался здесь ночевой. Вот в воскресенье вчера уехал. А вчера я с Ваньком гуляла. А гуляла уже время, так, был восьмой час где-то вечера. И я смотрю, машина одна подъехала, выходит с сумками. Ну, то есть приехали на лечение, на курс. Кто на очередной, кто впервые, так же, как и мы. И сегодня в коридорах здесь было не протолкнуться. Все куда-то бегут. Кто к логопеду, кто к массажисту. И мы, ну, с кем уже общаемся, с мамочками. Я говорю, выходные так пусто было. Такая тишина была. А сегодня, как в 12 стульях, дом печати гудел. Все бегают туда-сюда. Освещение, конечно, не очень. Уже темно на улице. Но я с Вами хотела поделиться. То, что выходные как раз-таки мы с Олегом решали. То есть едем мы на второй курс или нет. Ну, и так как мы определенно видим у нашего ребенка улучшение. Он сейчас на площадке. Мама, помоги! Мама, помоги! Он на горку не мог залезть. То есть у него с каждым днем прибавляется, пусть и коротенькое какое-то слово, но прибавляется. То есть процесс получается запущен. И нас это не может не радовать. Во-первых, также поведение у него изменилось очень сильно. Если были дни, четвертый день курса, на нас сразу предупредили, что это реакция организма. То есть ребенок может быть раздражительным, могут появиться проблемы со сном. У нас это все было. Правда, со сном у нас проблем не было. Мы спим, как медведи с ним. В девятом часу ложимся спать, в шесть просыпаемся. Нас, мне кажется, пушкой не разбудишь. Но раздражение определенное было. Были такие истерики. Вот несколько дней у нас это было. А потом как-то он стал более спокойным. Выходные вообще у нас прошли замечательно. Также по навыкам самообслуживания хорошие сдвиги. То есть мы полностью переходим с улицы. Мы полностью развиваемся. Понятное дело, я вам уже показывала. Он полностью раздевается. То есть растет в куртку. Не совсем получается стягивать рукава. Потому что там резинка на куртке. Это я ему помогаю. Дальше штаны он сам снимает. Все там шапку, шарф. Все это все снимает сам. И вплоть до уже кофточку и колготки тоже уже самостоятельно пытается снимать. Раньше этого не было у нас абсолютно. По туалету бежит. Но он раньше, в принципе, бежал. Опять же таки, только жестами показывает. И до реоцентра также мы жестами показывали, что он хочет в туалет. Пока никак это не оглашает. И сегодня я подошла на ресепшн. У девочек спросила, как нам записаться на второй курс. Потому что вот выходные мы с мамами, с которыми мы здесь общаемся, обсудили. Те, кто приехал сюда впервые, как и мы, они уже записались на второй курс. А я все сижу. Я Олегу звоню, говорю, а что я сижу, не записываюсь? Он говорит, подожди, я сейчас приеду, мы все обсудим. Второй курс через месяц уже. Между вторым и третьим, там, по-моему, 4 месяца. И потом по полгода, может, между курсами. Так вот, сегодня сотрудницы, которая записывает на курсы, ее не было. Мне дали ее номер телефона, но я не стала по телефону звонить. Она завтра будет с 9 часов утра. Я завтра и подойду, и мы все обсудим. То есть нужно уже будет забронировать комнату. Уже обсудить специалистов, которые будут у нас на втором курсе. Ну и дату. Я так предполагаю, где-то на середину мая, наверное, будем. Опять же, если будут свободные комнаты, потому что... Я надеюсь, я не опоздала. Потому что девчонки мне сказали, что, говорит, иди записывайся, а то там, говорит, уже комнат не будет. Много с кем познакомилась. Две девушки из Казахстана, одна из Алматы. Кстати, зовут ее тоже Вика. Мы сначала общались, общались, а потом только познакомились. Я говорю, а вас как зовут? Она говорит, Виктория. Я говорю, а как имени Виктория? В общем, мы где-то минут 30 с ней общались. И только потом в конце разговора узнали, что мы, оказывается, тезки. Одна девушка с Архангельска, с Нижнего Новгорода. Сколько? Четверо. Ну, с кем познакомились? Вот четыре мамочки с Нижнего Новгорода, с Московской области, с Воронежской области одна женщина. Так, ну, остальных я не спрашивала. И вот еще с Хантамансийска была мама с сыном. Но они уже уехали, то есть у них курс закончился. Так, пойдем мы уже ванночку наливать. Ваня, купи-купи, пойдем? М? Купи-купи, пойдем? Да. Ну, пошли. В чем же дело? Раз сыночка просит. Он раздевается, пытается раздеться сам. Сейчас помогу. Всем большой привет. У нас уже следующий день. И часть занятий у нас уже прошли. И мы уже с утра побывали на рефлексотерапии. Но сначала прошли диагностику. Кстати, спрашивали, что это за диагностика. Я немножко попозже объясню. Дальше у нас была рефлексотерапия, логопед, занятия с логопедом и логомассаж. А сейчас у нас пару часов свободные. У Ванюши второй завтрак. Я нарезала ему банан, грушу и яблоко. Стали есть грушу. Не в измельченном виде, а именно вот так. И это очень здорово. Ну, и еще тут несколько печенек. На улице так тепло. Мы вышли немножко погулять. До обеда и до массажа у нас есть время. Мы, кстати, сходили к Наталье Андреевне. Это сотрудница, которая записывает на курс. С 8 мая у нас начинается второй курс. 220 номер у нас будет. То есть за нами уже номер там забронировали. Номер, конечно, будет попроще. Но я уже говорила, мне не нужны супер-пупер условия. Мне главное, чтобы Ванюша у нас побыстрее восстанавливался. Тет Ванюша сегодня не хочет кататься. В песочнице его тянет и тянет. Такой хитрый. Хитрый взгляд какой. Сейчас мама скушает такого маленького мальчика. Ой-ой-ой, да. Сильно. Сильно катаешься. Ой-ой-ой. 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 Остановить? Вань. Остановить тебя? Да. Давай. Ещё катать? Да. Ты маленький царёк. Красненькую ставь. Так. И ещё, да? Одна красненькая осталась. Давай найдём ещё красненькую. Всё, поиграл в магнитик? Давай ставь на место красненькую. Молодец. Следующую карточку. Ваня сейчас достал несколько вот карточек. Мы заполнили. Это магнитный набор. Мы его привезли с собой. Он у нас уже, ну, несколько месяцев. Месяца четыре, наверное, назад я заказывала. Такого плана у нас дома много развивашек. Вот несколько штук мы с собой привезли. Часть папа уже увёз, потому что, ну, они уже не вызывают у него интерес. Они у меня в отдельной коробке находятся. Просто в открытом доступе я не оставляю, потому что быстро интерес теряет ребёнок. Вот. А так раз в недельку достаёшь, или раз в две недели достаёшь, О, и вроде как бы и новое что-то для него. Он уже соскучился. Здесь идёт магнитная ручка. Как раз вот когда я начала Ваню приучать правильно держать карандаш или правильно держать ручку, вот я этот набор и заказала. Заказывала я на Валбрисе его. Да, мама, скажи, куда ты? Не туда. На красненькую надо. Да, Ванюш, правильно. А эта вообще здесь не нужна. Здесь нет красненькой. Да, вон туда. И начинать можно с малого. Просто фишечки по цветам. Либо, может быть, даже не по цветам, а просто, чтобы ребёнок складывался совсем маленький. Просто кружочек к кружочку. Потом уже цвета изучать. То есть, да, бери синий. Потом можно вот сделать так же. То есть, здесь такую же гусеницу по таким же цветам сложить. Длинный, короткий, ну и дальше идут, тут они двусторонние, и дальше уже по числительным пройтись. Вот такой вот наборчик. Стоит он, кстати, вообще недорого. Ребёнка занять на некоторое время можно. С собой мы ещё брали такой набор, где изучают предлоги. За, над, под. Вот. Квадрат вот как раз-таки от того набора. Папа у нас просто его забрал. А привёз нам взамен азбуку. Я вам не помню, я показывала, нет? То есть, вот так ставишь. Особенно, если ребёнок увлекается буквами. Прям вот этот вот наборчик, алфавит. Очень его заинтересует. Карточек много, тоже с двух сторон. Можно начинать с таких маленьких слов из трёх букв. Но там есть подлиннее. А эти пазлы я не стала пока отдавать домой. Потому что пока они интересуют Ваню. Видите, он складывает транс. Особенно транспорт. Но вот всё, что касается машин, это вот Ваня на тему. Нет, нет. Он всё равно подходит сюда. Ищет подходящие по категориям. И вот складывает. Ну и я обещала рассказать, что за диагностику нам проводят. Каждое утро перед сеансом рефлексотерапии нужно обязательно проходить диагностику. Она коротенькая. Но по времени, ну не больше там трёх минут уходит. Но до начала лечения делают такую длительную диагностику. При том, что нам делали с перерывом в три часа. Нужно три раза пройти эту диагностику с перерывом в три часа. Перед тем, как начать микротоковую рефлексотерапию. Но это я объясняю, как я поняла. Вот как у нас это всё происходило. Так вот, что это за диагностика? Это электропунктурная диагностика по методу накатания. Накатания – это фамилия японского врача, который в 50-е годы прошлого века всё это придумал. То есть придумал этот метод диагностирования. И по этой диагностике специалист может отслеживать, как на ребёнка действует микротоковая рефлексотерапия. И помните, я говорила, что на третий-четвёртый день, то есть бывает обострение у ребёнка. Как раз-таки это реакция организма. У кого-то повышается возбудимость, у кого-то проблемы со сном бывают. Плаксивость повышается. Ну, в общем, всё в таком духе. Так вот, у нас как раз-таки после четвёртого сеанса, по результатам этой диагностики, возбудимость у Вани была 98, что ли, единиц. В общем, я передаю вам то, что мне говорили. А должна быть она в пределах, по-моему, 75-80 единиц. Потом постепенно раздражительность и возбудимость у ребёнка снижалась. И сейчас она у нас в пределах нормы. И действительно, ребёнок ведёт себя абсолютно по-другому, как в те дни. И совершенно естественно, что результаты у всех деток будут разные. Так вот, с одной из мам мы поступили в один день. И тоже Ваня, сын у неё, но он младше нас на несколько месяцев. Я вам повторяюсь немножко. Ну вот. И если у нас определённый толчок в речи произошёл, ну и поведенческие, конечно, изменения есть, и понимание речи улучшилось, то у них речь не пошла, но проблемы с туалетом решились. То есть, ребёнок вплоть до такой степени, что он особо и не просился, ну, на горшок. А здесь ребёнок стал ходить прямо на унитаз. Я уж извиняюсь за такие подробности. Сейчас, минуточка нежности. Минуточка нежности. И вот как раз-таки она мне первая и сказала. На второй курс-то уже записалась? Я говорю, нет. Она говорит, что сидишь? Там, говорит, сейчас всех специалистов разберут. Вань, ну очень красиво вообще так. На. Вон, смотри. Смотри сюда. Вон. Где Ваня? Ой, Ванюша. И мама, да. Я общаюсь с мамой, которая проходит уже здесь шестой, седьмой курсы. Но навряд ли бы люди ездили сюда и достаточно приличные деньги бы отдавали, если бы не видели результат. А результаты у всех разные. У кого-то речь пошла после третьего курса, но они видели определённые поведенческие улучшения у ребёнка. Либо понимание речи улучшилось. Потому что вот мы общались здесь с мамой, они, по-моему, с Нижнего Новгорода, да. И девочка уже собирается в школу. И перед школой они решили пройти. Это уже у них седьмой курс. Они вот сейчас здесь. Но первый курс они проходили, когда ребёнку было три с половиной года. И когда они сюда приехали, не было понимания речи абсолютно. Ну, соответственно, и речи не было. И я у неё спросила, ну, раз у вас так всё хорошо пошло, зачем же седьмой курс, зачем же перед школой проходить? Он говорит, всё равно вижу определённые проблемы, то, что ей очень сложно. А девчонка замечательная вообще, Анечка. Такая рассудительная, всё выполняет, такая, вы знаете, маленькая отличница. Но вот ребёнку ещё пока трудно сосредоточиться, когда она в коллективе. То есть, например, она сидит на уроках, они ходят на подготовительные занятия в школе. Она сидит на уроках, то есть, когда они занимаются тет-а-тет, ну, с преподавателем, ей легче усвоить материал. Когда детей много, она немножко теряется. Поэтому они приехали вот на седьмой курс. Ну, вот что это за ребёнок? Прям не имётся ему, что мама тут болтает без него. Ну, это и хорошо, что, сынок, меня немножко притормозило, то я так болтать могу до бесконечности. Да? Давай собираться, нам скоро уже идти к дефектологу, у нас занятия. Всё, взяли книжечку, пойдём. Вот здесь у нас соседняя дверь. Давай. Нет, на, отдашь сейчас. Пойдём. Вот туда нам. Вот сюда. Вот сюда. Пока Ваня на занятиях, у меня сейчас здесь ужин приготовится для него. Здесь у меня рыбка, горбуша и овощи. Лук, морковь, батат. Всё, рыбка с овощами готова. Я добавила соль морскую. Сейчас немного ещё маслица добавлю. Я взяла с собой масло виноградной косточки. И сейчас всё это пробью в пюрешку. Ну и всё, Ваня нужен готов. Вот как бежит. На занятия бежит. На афокам бежит. Идём, идём. Мы отказываемся в такую погоду сидеть в номере. Мы сейчас пока светло. Немножко прогуляемся до магнит-косметик. У нас закончилась жидкость для мытья посуды. Вот. И порошок стиральный. Вот порошочек. Прям отличный порошок. И вот такое вот средство для мытья посуды. Я его с собой привозила. Вот у нас оно закончилось. Единственное, мне не очень нравится дозатор. Прямо можно поменять на другой. Потому что очень большой расход. Вроде как бы и стараешься поменьше использовать. Но всё равно много выливается через вот такую вот пипку. И губку нам нужно. И вот такие вот что-то не видела губки. Надо взять попробовать. Смотри, губничка есть. Можно его, в принципе, выбрать. Хороший такой овощной ларёк. Но жаль, там нет батата. Я там обычно... Ну, когда у нас заканчивается, там морковь, лук. Из фруктов что-нибудь. Там яблоки. Или бананы беру. И мне там нравится гранатовый сок. Прям вкусный-вкусный. Так, ну вот здесь есть батат. Сейчас что-нибудь выберем. Это у нас закончилось. Сегодня последний. Ванюша приготовила. Хотели до темноты успеть. Не получилось. Время сейчас полвосьмого. Но мы ещё успеваем немножко погулять на детской площадке. Там у реоцентра. Там детки обычно ещё гуляют в это время. Вон детки ещё бегают. Там площадка освещена хорошо. Успели. Давай-давай сам. Ты умеешь, я знаю. Ванюша, открывай дверь. Открывай, открывай. Давай-давай-давай. Молодец. Батат взяла. Два клубня. Нам вполне достаточно. Будет до конца недели. Хватит. Клубнику продавали прям вот так вот в лотке. 350 рублей. Я хотела вообще несколько ягодок Ванюши взять. Ну, чтобы чисто не забывал, что такое клубника. Хотя скоро уже... Ну, как скоро? Когда мы после второго курса приедем домой, уже будет наша клубника поспеет. Я так предполагаю. Ну, если даже не поспеет, то недалеко до неё, до своей клубники. Но, к сожалению, вот так вот несколько штук нельзя было купить. Она говорит, нет, вот так вот лотками продаём. Ну, не суть. Ладно. Порошок. И это я уже всё покажу. И себе я взяла гранатовый сок. Вот такой вот литровой бутылки мне хватает на неделю. Иногда хочется чего-нибудь кисленького. Ну, вот. Чтобы повысить кислотность. Гранатовый сок. Ваня подбежал, увидел клубнику. Я когда попала, он в коляске сидел, он не видел. Увидел. Давай, ой-ой-ой-ой. Побежал сразу. Я вообще ещё заходила в аптеку. Хотела купить энтеросгель. Так как я сама сейчас прохожу антипаратитарный протокол, раз в 10 дней сорбенты нужно менять. Я сейчас пью, сейчас вам покажу, какой. Вот такой вот природный сорбент. Но вот хотела уже перейти на энтеросгель, чтобы 10 дней также продолжить его принимать. Но, к сожалению, там был только сахаром. Кстати, я даже не знала, что вообще с сахаром есть энтеросгель. Но с сахаром мне не нужен был. Застерин ещё можно было ультра купить. Но что-то вот там очередь такая была большая в аптеке. Ладно, думаю, потом. Вань, смотри, чё. Ой, клубника, да. Дождался, пока мама помоет. На, держи. Держи, держи. Ой. Так посмотрел. Надо брать. Пока дают, надо брать. Ты мой маленький босс. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...